Всем огромный привет! Сегодня я расскажу вам о своей новой посылке с сайта Patrice Nail. В этот раз в нее вошли несколько гель-лаков серии Avantgarde. Один гель-лак, который называется витражный S5. Гель-лак из серии Волшебные цветы номер 130 и несколько пигментов. В этот раз я решила попробовать не гель-лаковую пудру, а пигменты. Также в мой заказ вошла кисточка для вензелей. Хочу попробовать кисть в этой фирме. Также я взяла себе вот такие салфетки маникюрные на стол одноразовые. Большую упаковку обезжиривателя. И жидкость для снятия гель-лака, акриловый биогель. Сейчас я покажу вам гель-лаки, как они наносятся, какие цвета я заказала. Также мы попробуем с вами кисть и пигмента. Начну я с такого вот кораллового оттенка под номером 328. Так вот он наносится в первый слой. Я специально искала замену кораллового цвета своему цвету Блюскайт L44, потому что мне не устраивала его пигментация. Он как бы полупрозрачный. Сушиваем. Наносим его на второй слой. Этот гель-лак достаточно пигментирован. Результат мне нравится, результатом я довольна. Сушу в лампе. Теперь покажу вам цвет 335, шоколадный оттеночек. Слегка бордовый смотрится при первом слое. Сейчас просушим лампе и посмотрим, как будет на второй слой. И нанесем второй слой. Вот таки этот оттенок ближе к какому-то темно-бордовому. Но тем не менее цвет мне очень-очень-очень нравится. Обязательно себе его оставлю. И сейчас я вам покажу оттеночек номер 130. Волшебные цветы. Это такой нежно-коричневый оттенок с микроблеском. На первый слой прозрачновато смотрится. Я ожидала немножко большей пигментации. Сейчас посмотрим, как ляжет на второй слой. И теперь, когда мы просушили, нанесем второй слой. На второй слой ложится уже гораздо плотнее. Но я бы, наверное, нанесла еще третий слой. Ну, давайте попробуем нанести третий слой. Оттенок уже получается очень хорошая пигментация. Совершенно не просвечивает данный оттенок. В принципе, достаточные два слоя. Не забываем также, что типс имеет цвет белый. И все равно, как на белом цвете, видимо, понадобился лишний слой. Вот так вот смотрится оттенок. Не знаю, насколько его точно передаст камера. И сейчас покажу вам, как смотрится витражный цвет. Я заказывала S5. Это зелененький. Такой изумрудного оттеночек. Я нанесу сейчас на серый кошачий глаз. Просто показать вам, как смотрится. На самом деле, очень тяжело найти красивую зеленую кошку. Вот с витражом достигается тот эффект, который, например, я очень бы хотела получить. Но в готовых цветах палетку встречаю. Очень-очень красивый получается оттенок. Сейчас покажу вам, как смотрится на черно-белом. Сейчас у нас подкрасятся белые частички. Вот так вот витраж перекрывает отлично. Оттенки светлые. Получается очень интересно. Сейчас я покажу вам кисточку. Рисовать буду белой краской потрясаю. Моя любимая гель-красочка. Для венделяйной подходит просто замечательно. Ну и пробуем что-нибудь нарисовать. Давайте нарисуем сначала вензеля какие-нибудь. Так. Мой первый мазочек. В принципе, рисует неплохо, но все равно привыкнуть нужно однозначно. Не бывает, конечно, так, что сразу взяла кисти с первого мазка. Все гениально и красиво получилось. Все равно как-то нужно, видимо, привыкнуть маленечко. Сейчас я нарисую этой кисточкой розу, подкрасиваю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...